ПАСИ призвала страны Европы принять законы, аналогичные акту Магнитского. ПАСИ призвала страны Европы принять законы, аналогичные акту Магнитского. 22.38 ФОТО Council of Europe, Ellen Uyb-Aux ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ФОТО Council of Europe, Ellen Uyb-Aux ПАРИЖ, 22 Янфрия Новости ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ПАСИ, одобрила резолюцию с призывом к членам все принять законы, аналогичные акту Магнитского. Инициатором документа выступил британский парламентарий Дональд Андерсон. За резолюцию проголосовали 95 парламентариев, против трое, шестер воздержались. 7 декабря 2018 года, 15.43 политолог, Европейский акт Магнитского странная инициатива депутаты из 18 стран ЕС призвали создать аналог закона Магнитского. В эфире радио «Спортник» заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал ситуацию абсурдной. В документе Ассамблея вновь подтвердила приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении виновных в нарушениях прав человека и борьбе с коррупцией. ПАСИ ссылается на резолюцию, принятую в 2014 году, о безнаказанности убийц Сергея Магнитского, в которой содержится призыв к компетентным российским властям провести полное расследование обстоятельств его смерти и привлечь виновых к ответственности. В Ассамблее полагают, что российские власти не добились прогресса в преследовании виновных и получивших выгоду от преступления, совершенного против Сергея Магнитского. В документе также упоминается, что ряд стран, в числе которых Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Канада и США, приняли законы Магнитского, позволяющие их правительствам вводить целевые санкции в отношении лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, 4 декабря 2018 года, 11.34 в Раде предложили создать свой список Магнитского. Адресные санкции отмечается, что потенциальные законы и юридические инструменты должны предусматривать справедливую и прозрачную процедуру введения санкций. Вместе с тем говорится о возможности оспорить введение санкций в суде. Пасси полагает, что адресные санкции в отношении отдельных лиц предпочтительнее общих экономических санкций или других санкций. Также Ассамблея призывала государство воздержаться от сотрудничества в любом политически мотивированном уголовном преследовании, связанном с делом Магнитского, например, в отношении его бывшего клиента Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за налоговые махинации. Кроме того, Пасси отметила, что Браудер, который ведет кампанию по всему миру против безнаказанности, продолжает преследоваться российскими властями, в частности через неоднократное и неправомерное обращение к процедуре красных уведомлений Интерпола. 19 ноября 2018 года, 14.34. Политик, новые данные о Браудере подают дело Магнитского в ином свете Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении нового уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио «Спутник» прокомментировала оглашенные прокуратуры сведения. Критика резолюции несмотря на то, что большинство членов Пасси высказались в поддержку резолюции, были и те, кто выступил с критикой документа. Так, парламентарий из Нидерладов Хен Кавербек, представляющий группу объединенных левых, заявил, что не поддержат резолюцию. Необходимо преследовать нарушителей прав человека, также виновных в коррупции, которые подрывают верховенство права. Но есть серьезные сомнения относительно того, правильно ли применять такого рода резолюцию для того, чтобы достичь результата, сказал он. Здесь две темы смешиваются. С одной стороны здесь идет речь о смерти человека Сергея Магнитского. С другой стороны призыв формировать новое законодательство. Я думаю, что это не интегральные части одного процесса, добавил он. Дело Магнитского о смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировало международный скандал, который привел к принятию в США акта Магнитского. Этим законом штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. В России считают, что закон был полностью инспирирован финансистом Улимом Браудером, который был работодателем Магнитского, и отрицают причастность к смерти юриста. Согласно обнародованным в 2011 году выводам Следственного комитета, 37-летний Магнитский умер от острой сердечно-недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний. Кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита. 2 мая 2018-14-2 в Литве предложили заморозить счеты россиян из списка Магнитского. Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением. Hermitage Capital Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор за очную возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в России. 11 марта 2018 года 12.38 Великобритания разработает аналог закона Магнитского, сообщили СМИ под санкции попадут 49 россиян, которых британские власти подозревают в нарушении прав человека, в несудебных казнях и пытках. Им запретят въезд в страну и заморозят активы. В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», но не стал ужесточать срок наказания в 9 лет, полученный по предыдущему приговору. В 2018 году в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Браудера. Его обвиняют в создании преступного сообщества. Кроме того, представители ГП раскрыли новые данные о смерти Магнитского и других сообщников финансиста. Весьма вероятно считается версия об отравлении ядовитыми веществами.